Каждый празднует День Победы, как умеют одни смотрят парад, другие участвуют в шествии, бессмертный полк, а третьи устраивают из праздника вакханалию или маскарад. Юморист Максим Галкин на своей странице в социальной сети опубликовал видео того, как семья отмечала святое для каждого россиянина день. На Гаре надели военную пилотку, снабдили его георгиевской ленточкой и отправили вместе с сестрой таскать надувные игрушки смерти, ракеты, все это выглядит по меньшей мере странно. Зачем детям прививать любовь к оружию? Зачем наряжать их в военную атрибутику? Вслед за Ванга и Пугачевой, про Буланову снимают сериал «Военная форма и пилотки на детях», мягко говоря, не самый органичный наряд, даже для игры. Самое ужасное, что может быть, это видеть детей в военной форме играющих с оружием, даже если оно не настоящее. Люблю ваших детей, но хочу сказать, даже кричать, россияне, прекратите детям навязывать военную атрибутику для игры развлечений. Война – это боль, это смерть, это грязь, дай бог вашим детям мира, возмущаются шокированные подписчики, не меньше вопросов вызвал и вид появившийся на пару секунд в кадре 69-летней Пугачевой. В коротком платье с англоязычными надписями, с голыми ногами, в шапке и в темных очках она тоже показала свой патриотизм, помогая нести ракету. Этот веселый маскарад, глумление на патриотизмом, над войной, насмешка над подвигом дедов, зачем играть даже с надувными ракетами, они же смерть людям несут, пишут недовольные поклонники. И это все при том, что родители певицы прошли войну. Они познакомились на фронте, так как оба воевали, отец Борис Пугачев вернулся домой инвалидом, ему осколок повредил глаз, но это не помешало ему жениться на красавице Зинаиде Адевовой и Примадонниле не знать, какой горе несут все эти пушки и ракеты. Редактор субтитров А.Семкин